В эфире РБК региональный выпуск новостей. Мы вещаем из отеля Краун Плаза Уфа. Меня зовут Максим Окунев. Здравствуйте. Из-за приостановки разработки Шахана Куштау башкирская содовая компания не исключает сокращение финансирования благотворительных программ и снижение объемов производства. Не исключено также и сокращение персонала. Об этом РБК Уфа сообщили в руководстве предприятия. В настоящее время сырьевой базой БСК является месторождение Шахтау, запасы которого практически истощены. Чтобы продлить его разработку, планируется снизить объем добычи на 30%. Последняя инвестпрограмма предприятия сфокусирована на переоборудовании известковых печей. Сейчас они могут перерабатывать именно сырье Шахана Куштау, которое изначально считалось неподходящим для этого. Башкирской содовой компании рассказали о возможных изменениях финансирования фонда социальных целевых программ. Согласно заключенному в марте прошлого года соглашению, БСК обязалось направлять на его благотворительные программы 700 миллионов рублей ежегодно в течение ближайших пяти лет. По словам руководства компании, в этом году выплачено 100 миллионов рублей. Отставшиеся выплаты советам директоров еще не утверждены. В Пашкортостане примут закон, защищающий права детей при разводе родителей. В июне изменения в Семейный кодекс республики приняли в первом чтении, а в период осенней сессии депутаты вернутся к рассмотрению поправок, сообщили в Госсобрании региона. Парламентарии предлагают расширить перечень исключительных обстоятельств, при которых на каждого из родителей в судебном порядке могут быть возложены дополнительные расходы на ребенка. Список планирует включить ситуации, когда у несовершеннолетних отсутствует пригодное для проживания постоянное жилье. Тогда суд может обязать родителя, не проживающего с ребенком, выплачивать средства на улучшение его жилищных условий. В Госсобрании рассчитывают, что поправки в Семейный кодекс республики смогут защитить права детей при разводе родителей. Однако эксперты выражают сомнения в том, что новые правила удастся притворить в жизни. Сомнения касаются как в судебной практике, так и в исполнительном производстве. Первонаперво хочу сказать, что Семейный кодекс республики Башкортостан был принят в 1994 году. Это результат соглашения о делегировании полномочий между Республикой Башкортостан и Федеральным центром. В соответствии с которым Семейный кодекс также отходил в ведомство совместной деятельности. То есть на сегодняшний день действуют Семейный кодекс Российской Федерации и Семейный кодекс Республики Башкортостан. Притом, как показывает практика, то что суды руководствуют Семейным кодексом Российской Федерации. Как суды будут принимать решения, у меня есть определенные сомнения. Но кроме того, сложности, по словам экспертов, вызовет и само исполнение решений о взыскании алиментов с дополнительными выплатами. Добавлю, что сегодня на дела об алиментах приходится порядка 90% всех исполнительных производств, которые находятся у судебных приставов. 6,5 миллиардов рублей в прошлом году составил объем ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату услуг ЖКХ в Башкортостане. Такие цифры озвучила министр семьи, труда и социальной защиты населения Ленара Иванова. Около 46% этой суммы выделены из бюджета республики. Остальная часть – федеральные средства. Выплаты предоставляются целому ряду льготников региона – ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий, труженикам тыла, многодетным семьям. С 1 июля текущего года изменился механизм определения суммы льготы. Теперь компенсация рассчитывается исходя из фактического начисления платы за услуги ЖКХ. Ранее размер выплат определялся исходя из республиканских стандартов. Нововведение призвано привести в соответствие федеральное и республиканское законодательства. До этого специалисты Центра соцподдержки населения индивидуально рассчитывали размер компенсации каждому получателю. Вообще невозможно, конечно, в таком режиме постоянного выбивания сведений работать. Нужны технические решения. Со стороны Минцифры есть готовность. Районы знают, у каких РСО нет, ну что называется, селенок. Поэтому нужно внимательно вот этот вопрос дожать. По предварительным расчетам, размеры компенсации будут меняться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Предоставляться льгота будет только при отсутствии задолженности за коммуналку. По данным Минтруда, на сегодня в республике задолженность имеют 92 тысячи льготников. Ростуризм расширил список участников программы туристического кэшбэка. Так, отдых в Башкортостане с компенсацией для путешественников теперь готовы организовать 26 компаний. Напомню, программа туристического кэшбэка заработала в минувшую пятницу, 21 августа. Однако старт программы омрачился многочисленными жалобами участников рынка. Из 10 тысяч возможных партнеров Ростуризм включил в программу лишь 2000 туроператоров и отелей по всей стране. За выходные перечень участников проекта обновили. Что касается отдыха в Башкортостане, в список компаний, готовых организовать путешествия в республике с кэшбэком, дополнительно включили туристическую фирму Крекс, компанию Уралэнд, профцентр Самара, Туранс Вояж, круизный дом, Мостурфлот. Собирали от наших туроператоров от средств размещения по всей России те вопросы, ту проблематику, с которой столкнулись либо сами участники данной программы, либо туристы. Все эти пожелания были направлены в Ростуризм и решались больше своей частью точечно. Надеемся, что сегодня-завтра все сложности будут решены и все туроператоры и средства размещения, которые участвуют в данном проекте, они уже смогут спокойно реализовывать свои туропродукты для туристов. А я напомню, что по программе туристы могут вернуть часть потраченной суммы на путевки, приобретенной с 21 по 28 августа на сайте проекта. Отправиться в путешествие можно до конца текущего года. Минимальный размер кэшбэка составляет 5000 рублей, максимальные 15 тысяч. Программа распространяется на путевки стоимостью от 25 тысяч рублей. Обязательным условием программы является приобретение тура по банковской карте «Мир», а также продолжительность путешествия от четырех ночей. Из Москвы в первый рейс отправился новейший круизный лайнер имени народного поэта Республики Башкортостан Мустая Карима. На борту судна 209 пассажиров. Пункт назначения – английская набережная северной столицы города Санкт-Петербург. Закладка новейшего лайнера проекта PV-300 состоялась на Нижегородском заводе «Красная Сормова» в 2017 году. Его строительство оценивается в 3 миллиарда рублей. Судостроители, несмотря на полувековой перерыв в работе, смогли построить теплоход за рекордные два года. В сентябре прошлого года корабль торжественно спустили на воду, после чего команда приступила к гидротехническим испытаниям. Теплоход отличается от всего того, что сейчас эксплуатируется у нас на внутренних водных путях. Теплоход абсолютно новый, оснащен самым современным навигационным оборудованием, самыми современными средствами жизнеобеспечения на воде. Судно отличается по управлению от других судов. На нем стоит современная система управления, винт-рулевая колонка, мощные подруливающие. Поэтому, я думаю, эксплуатация его будет проще, чем остальных судов. Помимо передового технического оснащения приоритетом для судостроителя было, конечно, и внутреннее убранство. Зоны отдыха оформлены в башкирском стиле. Есть на борту и библиотека с подборкой книг народного поэта Башкортостана Мустая Карима и собранием сочинений классической русской литературы на разных языках. Каждый номер новейшего пятипалубника соответствует самым высоким стандартам. Всего в лайнере 152 каюты классов стандарт, полулюкс и люкс. И на этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на телеканале РБК Уфа.